Вы испытываете страх перед неизвестностью, перед тем, что будет. Вам говорят, да всё будет хорошо, не бойся. Что они вообще понимают в вашей жизни, в вашей реальности, в ваших страхах? Всё, что касается страхов, как раз поговорка «сытый голодного не разумеет», она очень подходит. У людей нету этого страха, они считают, что «да что ты боишься?» Но вы-то понимаете, что вы боитесь правильно, что это неизвестность, что будет завтра, тем более в наше время. Вообще непонятно, как всё изменится, да всё будет только хуже, а вдруг лучше. Боитесь и улучшения, а вдруг после этого будет хуже. Боитесь улучшения, что всё, но дальше уже некуда. А можно ли это убрать? Убрать именно страх, потому что неизвестность, она всегда была, есть и будет. Без неизвестности наша жизнь была бы просто скучна. Да, у многих жизнь как день сурка, но поверьте, их жизнь настолько неинтересна. Да, у них нет неизвестности, но у них нету и никакой перспективы. А ваша неизвестность, она может принести вам как положительную, так и негативную перспективу. Может? Может. Жизнь, неизвестность – это изменение. Я не говорю вам, не надо её бояться. Потому что это глупо, вы боитесь, значит для вас это есть повод страха. Кто-то не боится, ему это видео безразлично. Так вот, а можно ли убрать этот страх? Именно страх. Неизвестность, она сохранится, а убрать страх. Ведь именно этот страх делает наше поведение неадекватным. Мы не можем нормально реагировать, мы не можем схватить удачу за хвост, потому что неизвестность нас пугает. Мы испытываем страх. Как мы это описываем? Я боюсь неизвестности. Я не люблю перемены. Я не хочу, чтобы что-то менялось. Я ненавижу изменения. Понимаете, какой спектр, а всё это одно и то же. Это страх перед изменениями, перед тем, а что будет. О неизвестности, именно о ней самым. А вы боитесь неизвестности? А я вам скажу, что нет. Правда? А вот попробуйте. Представьте вот эту ситуацию, которая вас пугает. Опишите её в двух-трёх словах, так, как вы обычно описываете её своим друзьям, окружающим, родственникам. Да без разницы. Я не хочу ничего менять. Ну, пусть будет так. Но это должна быть ваша фраза. Как подбирать фразы? Вы можете посмотреть инструкцию в дальнейшем. Сейчас я вам говорю. А вот так, как вы обычно об этом рассказываете. Повторите её два-три раза, и вы заметите, что ваш инстанкт не испортился. Мало того, вы стали себя хуже чувствовать. Где-то заколола, где-то задавила, где-то затошнила. Представляете? Вы стали испытывать физически и душевный дискомфорт. Вы просто произнесли эту фразу. Ведь ничего не поменялось. Неизвестность не появилась, да? Вы просто произнесли фразу. Так вот, вы боитесь не неизвестности. Вы боитесь неизменений. Вы боитесь именно вот этого дискомфорта, этой боли. Именно эта боль заставляет вас отступать. Заставляет вас скаменеть. Заставляет вас не использовать все возможности. Так давайте уберём эту боль, этот дискомфорт. И всё. Больше не надо будет ничего. Жизнь будет динамична. Но вы-то не будете этого бояться. Как это сделать? Очень просто. Самостоятельно. Буквально за несколько дней. Аппаратная психотерапия аудиокатурсис. Всё, что вам нужно, вы уже сейчас сделали. Вы представили себе свой страх. Вы его проговорили. Это одно и то же. Вы можете дальше его не представлять. Это та же самая фраза будет вытаскивать весь этот дискомфорт. Вы одеваете наушники и слушаете гудение. Это гудение убирает этот дискомфорт. Вы постоянно повторяете фразу, гудение постоянно его убирает. Всё. Уже через час вы заметите, что повтор фразы уже не несёт такого дискомфорта. Он стал намного меньше. А некоторые скажут, что вообще исчез. Почти. Он не исчез. Он просто стал настолько мал, что по сравнению с исходным вы его не замечаете. Но он есть. А как определить, что вы его полностью от него избавились? Да очень просто. Вы продолжаете сеанс. Или сеансы. И продолжаете повторять эту фразу. И вдруг, как по мгновению волшебной палочки, ваше настроение раз и резко, резко станет великолепным. Вы это состояние не спутаете ни с чем. Мгновенно. Вам захочется поговорить, общаться. Мир стоит ярче, красочнее. Мгновенно всё это происходит. Всё. Это значит, что ваш опыт, то, что вы называете своим опытом, а я называю рефлекторным комплексом, больше не содержит боли, не содержит того самого дискомфорта, и, соответственно, не содержит страха перед этой болью. Всё. Вы свободны от страха. Легко. Просто самостоятельно. Попробуйте, сделайте это. Это очень легко. Аппаратная психотерапия аудиокатарсис. Это настолько просто. Это не надо идти к психиатрам, психотерапевтам, психологам. Не надо годами бороться со своим страхом. Не надо. Несколько сеансов, и всё. И вы свободны. Будьте свободны. Больше вас этот страх беспокоить не будет. Вы больше не... Только об одной мысли о том, что что-то изменится, вы станете счастливым каждый раз. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как можно изменить свою жизнь. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже узнают, что жить можно свободным от страха. Свободным от боли. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Будьте свободны. Не бойтесь неизвестности. Ловите свою удачу за хвост.